Наконец-то мы подходим к самой заявленной теме. История еврейского мессианского движения раннего дождя. Итак, история мессианских евреев конца 19-го, начала 20-го века говорит о том, что современные мессианские общины не просто духовная аномалия и не идеологическая ошибка, а историческая закономерность. Евреи, верующие в Христа, были 2000 лет назад. Они существовали и вносили важный вклад на протяжении этих лет. Они есть и сегодня. Общины, которые возникли в начале и конце 90-х, возникли не просто так, на пустом месте, а являются духовными продолжателями тех общин, которые были раньше их. Не войны, но войны и гонения уничтожили даже память о их существовании. Итак, смотрите, очень интересный момент. Поэтому я спросил вас вначале, на перемене, я спросил вас, вообще какие ваши, что вы знаете о еврейском мессианском служении, о евреевском христианском служении практически, ну, очень мало. Ну, возможно, вы слышали такие фамилии, как Рабинович, да? Ну, я думаю, Ада слышала, она из Кишинева. Ну, даже не все ты знаешь. Не, ну, что читала, то и знаю. Потом, вы не слышали, например, ничего такого, кто такой Петр Городищ. И слышали такую фамилию? Или там Петр Смолер, Смоляр, тоже не слышали. А на самом деле это очень интересные люди, это очень интересные истории, и это очень хорошие примеры для подражания. Теперь, давайте я просто, прежде чем мы пойдем дальше, я хочу раскрыть сам термин, почему называется история мессианского движения раннего дождя. Вопросов нету, да, почему. Давайте мы откроем Иоиль, вторую главу, 23 стих. И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. То есть, ранний дождь и поздний дождь. На основании этого местописания сделали условное разделение вот этого движения, которое началось на ранний дождь и поздний дождь. Запишем, что ранний дождь – это период с 1809 года. Оно ознаменует собой основание, фамилия Джон С.Х.Фрей, С.Х.Фрей, в еврействе его имя Йосиф Шмейль Леви, лондонского общества по распространению христианства среди евреев. Это было в Англии. Еще раз. Дж.С.Х.Фрей, Йосиф Шмейль Леви. То есть, Леви, Леви Страус, знаете, Леви. Он основал лондонское общество по распространению христианства среди евреев в Англии. И вторая дата – это 1948 год. Что было в 1948 году? Возникновение государства Израиль. Вот этот период называется период раннего дождя. А период позднего дождя – это 1948 год и наши дни. То есть, мы находимся как раз в период позднего дождя. То есть, вы понимаете, на каком основании я говорю, что это ранний дождь. Смотрите, движение раннего дождя – это в основном движение еврейских христианских миссий. Что я имею в виду? Вы должны понять, что… Смотрите. Вы должны понять, что в то время… Есть такое понятие исторический фон. Чтобы понимать какие-то определенные события, нам нужно видеть и знать, что происходило в то время. И на основании этого мы можем… Помните, мы говорили о закономерности? Искать закономерности. Итак, смотрите. В то время было несколько… Давайте посмотрим отношение христианства к евреям, чтобы понять, что происходило в это время. Давайте три основных пункта. Первое. Евреи отреклись от Христа и лишены благодати, а не проклятый народ. В основной церкви в то время, вот этот период, с 1809 по 1948 год, было три основных мнения. Первое мнение. Евреи отреклись от Христа, они лишены благодати, а не проклятый народ. Это первое. Второе. Еврей, принявший Христа, перестает быть евреем. Это уже мы как бы затрагивали этот момент. И третий. Еще раз. Евреи, принявшие Христа, перестают быть евреями. То есть, смотрите. Чукча, принявший Христа, он был чукчей. Француз, принявший Христа, был француз. Еврей, принявший Христа, был выкрестом. Да, так и напиши. И сам термин «выкрест», он относился только к евреям, которые принимали христианство. Причем он был, этот термин, не только в православной, но и в католической церкви. А третий, сейчас мы к третьему подойдем. И третий, который был основной, такой, среди протестантских течений. Время спасать евреев еще не настало. Сейчас время язычников. И помните это местописание, на котором оно основано? Римлянам 11 глава. Помните? Да, да, да. Покуда не войдет полное число язычников. То есть они говорят, сейчас время язычников, поэтому время евреев еще не настало. И вот это было третье, три основных таких мотива. Первый, евреи отреклись от Христа, они лишены благодати, они проклятый народ. И это была чисто такая антисемитская, такая серьезная политика церкви. И я вам хочу сказать, чтобы вы не думали, что я сгущаю краски, многие государства, они имели антисемитскую политику. То есть они имели политику, которая была направлена против евреев. Оно заключалось в том, что евреям запрещалось жить, например, где они хотят. В Европе их загоняли в гетто. Это были такие районы города. Гетто, это первое гетто, это было пушечное депо. Это гетто, это было в Италии. Их загоняли в определенные кварталы. Они могли жить только в этих кварталах. Они могли работать только в этих кварталах. Они не могли выходить свободно. И чтобы свободно перемещаться, они должны были брать какие-то разрешения. Если это не происходило, то есть их могли за это оштрафовать, посадить в тюрьму или просто убить. В России, царской России, была так называемая полоса оседлости. Вообще, чтобы вы понимали, что до определенного времени Российская империя не допускала евреев к себе. То есть, был просто простой запрет. Евреи не могли жить на территории Российской империи. После наполеоновских войн, когда Польша была разделена, а в Польше жило большое количество евреев, евреи начали расселяться по территории Российской империи. Но им тоже запретили. Была создана так называемая черта оседлости. То есть, она начиналась с севера и доходила до юга, до Одессы. Это были определенные города, определенные селения, в которых могли жить евреи. То есть, из этих они не могли переезжать, они не могли оттуда выезжать. Они не могли заниматься, например, земледелием. Они не могли иметь какие-то предприятия, торговать. То есть, были целый ряд ограничений. Поэтому царила очень жуткая нищета. Вы должны понимать, что скрипач на крыше, о которых я уже сегодня говорил, шалом Алахим, это действительно была правда. Это была страшная правда. Люди голодали, люди умирали. Это было... Ну, евреям просто нечего было другим заняться. Поэтому занимались историей. Хорошо. Второй. Еврей, принявший Христа, перестает быть евреем. То есть, в христианской церкви, вот это мы говорили о выкрестах, да, мы говорили уже о маранах. То есть, переход в другую религию, и все, ты не еврей. И третий момент. Вот это место писания, я хотел бы на нем чуть-чуть остановиться, потому что оно очень интересное. И, ну, довольно... Мы, как бы, опять же, смотрим на это место писания довольно... А можно описать вот это скрипач на крыше, что вы имели? Ну, скрипач на крыше – это книжка Шалом Алейхима, в которой рассказывается история одной еврейской семьи. Как они жили, как они... Ну, как бы, их заключение. Это история одного молодого мужчины, у него были дочери. И, ну, просто вот такой, скажем, роман. Но в этом романе была раскрыта вот эта вся глубина, вот эта нищета, как они жили, как они перебивались. Вот это, ну, это... Я вам советую почитать. И Тевье Молочник тоже. Почитайте. Ну, это же «Скрипач на крыше» есть Тевье Молочник. Просто фильм есть американский, он называется «Скрипач на крыше». Есть мускомедии «Скрипач на крыше» в Одессе, сходите. То есть рассказывается, как они выживали в Одессе? Да, да, да. Ну, послушайте, говорят о еврейской изобретательности. Жизнь заставила выкручиваться, знаете, как говорят. Они были вынуждены учиться зарабатывать, они были вынуждены учиться думать нестандартно. Они были вынуждены находить какие-то выходы, потому что иначе, ну, иначе просто они умирали. Умирали от голода. Это правда. И царские законы, причем были запреты, я вам еще раз говорю, что это отдельная тема, я думаю, что даст Бог, и мы здесь тоже сделаем курс еврейской истории, где мы рассмотрим какие-то моменты, фрагменты, которые вам, может, не знакомы. Это мы привыкли, мы еще живем в наше время, мы не знаем, что происходило тогда. Мы привыкли, знаете, как бы мы смотрим, ну, 50-60 лет, да, там, ну, 100 лет. Но на самом деле жизнь евреев, она была очень тяжелая в те времена. Потому что государство гнало, церковь гнала, и нужно было выживать. То есть, говоря духовным языком, дьявол делал все возможное, чтобы евреи не могли войти в благодать Христа. Потому что слово «христианин», как мы уже говорили, для многих было синомием. Тот, кто гонит меня, тот, кто причиняет мне боль. Хорошо. И вот это место Писания, о котором мы говорим, давайте быстренько мы его откроем. Я надеюсь, это Писания к римлянам, 11-я глава. Сейчас он мне загрузится. Это 25-й стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Вот на основании этого места Писания многие протестантские церкви того времени говорили, время евреев еще не настало. Время язычников. Поэтому евреев евангелизировать не надо. Евреям не нужен сейчас Христос. Сейчас время другого народа. Но если мы сейчас, просто я вам покажу фрагменты, вы видите, в некоторых местах есть такие скобочки «до времени и число». Это вставки, которые делают переводчики Библии. Для того, чтобы связать предложение. Буквально перевод идет так, что ожесточение произошло в Израиле. «Отчасти, пока войдет полное язычников». Но слово «полное» — это плеро, полнота. И не язычников, мы уже говорили о язычниках, а народов. Там слово «этнос» идет. То есть получается такое слово, что ожесточение в Израиле произошло отчасти. То есть на какое-то время, пока полнота не войдет в народы. Полнота. Ишуа, он кто? Полнота, наполняющая все. То есть в народы, церковь из народа должна войти полнота. И написано «и так весь Израиль спасется». Нет, «ид так», «и так», «следствие». От написано «и так». То есть он говорит, что когда войдет полнота, весь Израиль спасется. Почему? Потому что к Израилю пойдут эти народы. Народы пойдут отдавать долги. Знаете, все началось с Иерусалима, евреи пошли в народы. И все вернется в Иерусалим. Народы пойдут к Израилю и понесут им то, что когда-то Израиль понес им. Благую весть. Это очень важно отметить, что если мы не проповедуем Евангелие еврейскому народу, это одна из форм антисемитизма. Это, ну простите, мы имеем спасение, и мы не делимся с теми, кому оно принадлежит изначально. Это антисемитизм. Простите, нравится вам, не нравится, но оно так и есть. Хорошо, то есть вы поняли, да, этот момент? То есть основываясь на неправильном толковании местописания, они сказали так, все, время прошло. Теперь посмотрим, как внутри еврейского мира относились к христианскому вопросу. И он был один пункт. И еврей, ставший христианином, перестает быть евреем и оторгается от общества Израиля. То есть происходило таким образом. Я приходил домой и говорил, мама, я стал евреем, я стал христианином, я верю в Иисуса, я верю в Ишуа, я читал Новый Завет. Мама говорила, отдумайся, сынок, отдумайся. Я говорю, нет, мама, я буду верить. И тогда мама разрывала одежды, садилась на пол и говорила, мой сын умер. И приходили все родственники, они садились на пол и для них я умирал. Все, меня больше не существовало. Я был жив, но для них я умер. И вы должны понять, что в то время было немножко по-другому. Это сейчас я могу прийти и сказать, ну и скажут, ну ладно, сынок, это твоя жизнь. В то время была, вот я уже говорил, что евреи жили скупчина, они жили семьями, они жили вот этими общинами. И поэтому отторжение от общины, это было очень тяжело, это было действительно смерти подобно. Потому что свои отторгают, чужие не принимают. И поэтому евреи, верующие в то время, в своем большом основании, это были действительно люди веры. Люди, которые становились верующими осознанно, понимаете. То есть они платили цену за это. И поэтому те люди, о которых я буду рассказывать дальше вам, это действительно люди, которые заплатили большую цену за свою веру. Итак, но все просто так не происходит. Вы помните, вначале мы говорили, что у каждой истории есть свое начало. И мы говорили о том, что евреи, они были как бы, не несли Евангелие. То есть то Евангелие, то христианство, которое они видели, оно не было Евангелиями, христианством Нового Завета, которое было написано в Писании. То есть тот Иисус, Ешуа, он не был братом, он был скорее врагом, он был скорее человеком, с которым лучше не иметь отношения. Вы понимаете, да? Но Писание опять же, в Послании к римлянам говорит, чтобы уверовать, они должны услышать. А как услышать, если не будут посланных? То есть чтобы кто-то что-то поверить, надо знать слышать Слово Божие. А как это Слово Божие будет произнесено, если не будут посланы те, кто произнесет? И вот после Реформации, во время Реформации, произошел интересный момент, еще до Реформации. Поэтому я говорил, что я не считаю, может быть, Лютера каком-то отцом Реформации. Потому что до этого были такие, такое течение в христианстве, которое называлось «Моравские братья». И вот именно в их среде возник интерес к Израилю. Они начали читать Писание, они начали рассматривать его, они начали его изучать. И вдруг они увидели откровение «Израиль не откинут Богом». Это был взрыв, это было просто «бух-бух-бух-бух-бух-бух». Они увидели Израиль, они увидели евреев, которые нуждаются в спасении, они увидели брата своего. Знаете, как блудный сын, блудный сын ушел, старший брат остался. Потом прошло время, и вдруг брат поднимается, брата нет. Вот он, мой брат. Понимаете, да? То же самое произошло с этими людьми. Итак, «Моравские братья», чтобы говорить о движении раннего дождя, нужно коснуться истоков. Оно началось из христианской церкви. Из этих людей, которые пережили пробуждение в своей жизни. Они стали катализатором этого пробуждения среди евреев. Итак, «Моравские братья». Христианская евангельская геноминация, основанная в Чехии, в Богемии. «После поражения восстания чешских сословий в 1618 год, 1620, и несчастного для протестантов ухода чешские братья были полностью разгромлены, выгнаны из Богемии и Моравии и расселились в разных странах». И теперь очень интересное имя. Мы уже о нем говорили. Только граф Цинцерндорф, да? Запомните это имя. «Давший в 1722 году многим из них убежище в своем саксонском поместье и разрешил основать поселок Гренгуд». То есть, и там он основал вот эту братскую общину. Посмотрите, очень интересный вообще Цинцерндорф. Этот человек, он имел общение с евреями. В то время развивалась так называемая, был такой уже мессия. Шабатайцвей, нет, не Шабатайцвей. Боже. В общем, было такое движение среди евреев. Один человек провозгласил себя мессией. И эти евреи, они основывались и на Новом Завете. И граф Цинцерндорф имел общение с одним из этих евреев, из этих сектантов. И его очень глубоко впечатлило его отношение к Библии, к Писанию. Он увидел, с каким трепетом этот человек относится к Писанию. Он, как он просто, ну, скажем, млеет над ним. И ему стало интересно, что же это за люди. Потому что в его разуме его воспитывали, что евреи – это ростовщики, это гады, это которые хотят побольше денег содрать. Это те, которые занимаются нехорошими вещами. И вдруг он увидел совсем другую картину. Он начал с ними общаться. И вдруг он понял, что на самом деле это другие люди. И чем больше он с ними общался, тем больше у него появлялось вопросов. Он начал читать Библию, Новый Завет. И вдруг он увидел Ешоа, сын Давидов. Подождите. Царь Иудейский, распятый на кресте. Это, понимаете, вина. Вина Христа была одна. Царь Иудейский. Там не было написано. Он называет Царь Иудейский. Понимаете? И вот, смотрите, что происходит. Приходят моравские братья. Они начинают общение. Основывается вот этот поселок. Они начинают читать Писание. Они молятся. Они начинают, скажем, живые отношения. И вдруг, и вдруг они понимают, что Бог хочет, чтобы они шли к евреям. Смотрите. Цинцердо вообще моравских братьев обвиняли, знаете, в чем? Они, во-первых, были субботники. Они праздновали субботу. Они праздновали Йом-Кипур. Да? И включали некоторые еврейские термины в литургию. То есть о том, что мы говорили. Они говорили на языке, понятном некоторым евреям. И вот тут написано молитва. Вот сверху прочитайте. Они первыми начали молиться за Израиль. Во спасение. Послушайте. В то время Израиль проклинали. В православной церкви была специальная молитва о проклятии. В католической церкви была специальная молитва о проклятии. Многие протестанты проклинали. Знаете, вот это выражение. Ну ты, Иуда. Христа продал. И весь народ ваш такой же. Христопродавцы, убийцы. И это было, к сожалению, нормальной нормой для христиан. Потому что мы читали перед этим три. Помните, три аспекта. Но у них что-то произошло. И представьте, каждый раз, когда они открывали Евангелие, читать, они молились такой молитвой. Избавь народ твой, Израиль, от слепоты. Восстанови колено Иудина в свое время. И приведи многих из народа твоего, чтобы они познали тебя до тех пор, пока не придет полнота народов. И весь Израиль будет спасен. Послушайте. Это первая молитва за Израиль, которую я в своей жизни встретил. Вот именно в таком историческом моменте. Они молились. Потом была столетняя молитва. Мы уже говорили, когда-то вы слышали об этом. Три основных аспекта. Первое, чтобы Иисус вернулся на землю. Второе, чтобы церковь была, пришло пробуждение. И третье, чтобы Израиль был спасен. То есть это были странные люди для того мира. Их обзывали сектантами, их ненавидели. На них были крестовые походы целые. И вот этот граф Цинцердорф очень, очень трепетно и нежно относился к израильскому народу. В поводу того, что он даже попытался основать еврейскую, христианскую общину внутри маравских братьев. Но это не получилось, к сожалению. Но он проводил, вот интересно, я читал книгу. И он проводил свадьбу между еврейскими и неевреями с хупой. То есть стояла хупа, была хтуба. Он зачитывал еврейские благословения. Потому что он увидел в этом что-то, что он увидел Господа. Он увидел Бога. Он увидел Бога Израиля, который пришел ко всем народам. Так, что у нас со временем? О, у нас еще есть время. Аллилуйя. Итак, я не буду сейчас рассказывать. Нет, расскажу все-таки. Они открыли в Австердаме миссию. То есть это был дом, в котором жило два миссионера. Эти миссионеры занимались тем, что они ходили по улицам, общались с евреями и рассказывали им о Христе, о Мессии, о Иешуа. Один из них, его звали Самуэл Любикрон. Сейчас еще раз. Самуэль Лейбер Кюн, извините. Итак, этот человек изучал теологию в Галии, такой город. Он был мастером еврейского языка. Он был экспертом по всем обычаям евреям. Ему предложили профессору в Кенигсберге. И тем не менее, вместо того, чтобы покоиться на лаврах ученого, он предпочел поселиться в скромном стиле в еврейском квартале Амстердама и говорить с евреями о Христе, которого так глубоко любил. Его метод работы был поучительным. Он никогда не ошеломлял своих еврейских друзей догматическим богословием. Он никогда не пытался доказать, что Христос был миссией пророчеств. Он просто говорил им о том, как Иисус воскрес из мертвых. Он разделял надежду на еврейское национальное государство. То есть, они были первыми сионистами. Они считали, что евреи должны иметь свое государство в Израиле. И они старались со всеми силами. То есть, в плане даже того, что они покупали там, насколько я знаю, они купили там даже какой-то кусок земли, чтобы основать там поселение. Итак, как вы помните по истории церкви, марафские братья оказали очень сильное влияние на движение пиетистов в Англии. То есть, это было пробуждение в англиканской церкви. И само вот это понимание Израиля, жизни Израиля, оно вошло в церковь, в англиканскую церковь. Я зачитаю несколько вам изречений ведущих верующих теологов этого времени. «Не существует никаких обещаний о том, что Царство Божие будет возникнуто Господом Иисусом Христом в этом мире. Зато существуют утверждения или прямые намеки на то, что начало его должно произойти от евреев». Джон Оуэн, 1616-1683 год. То есть, это революционное заявление. Роберт Лейтон, «Те, кто не молится день и ночь об обращении евреев в христианство, забывают о главном условии, которое необходимо для прославления церкви. Несомненно, людям еврейской национальности однажды будет суждено восстать и воссиять, и их возвращение станет богатством неязычникам. И это будет более славным временем, чем все, что когда-либо переживала церковь Божья». То есть, с одной стороны, мы читали три отношения к языке евреев в церкви. «Прокляты, время не пришло, еврей перестает быть евреем». И люди, которые говорят такие вещи. И неудивительно, что они воспитывали и людей в такой, ну, как бы свою паству в таком ключе. И неудивительно, что для многих людей открылись глаза на церковь. Церковь, глаза людьми, ну, церкви открылись на еврейский народ. И начали возникать еврейские и христианские миссии. То есть, начали возникать сообщества, в которых человек, ну, как бы был человек, который занимался миссией. Его миссия была проповедовать, нести Евангелие евреям. То есть, эти миссии начали возникать в разных церквях, в разных странах. Но основной упор это было в Великобритании. Это была Англия, это была Шотландия. Это было, как бы, начало вот такого движения. И смотрите очень, что происходит. Мы говорили, что раньше с евреями разговаривали на непонятном им языке. Поэтому я затронул язык терминов. Что произошло? Произошло то, что по-другому начали смотреть на этот вопрос. Смотрите. Первое. Так как опыт прошлого основывался на неэффективных методах проповеди, организаторы еврейских миссий задумались над применением новых методов достижения еврейского народа. Первое. О переводе христианской литературы, в том числе книг Нового Завета, на еврейский язык. Иврит, Идыш и Ладина. То есть, еще раз. Если еврей хотел прочитать Новый Завет до реформации, ему надо было знать Латинский или Старославянский. То есть, после реформации, когда уже начали Библию переводить на понятный странам язык, им надо было знать этот язык. Но я хочу вам сказать, что, например, в Российской империи было запрещено евреям учить русский язык до определенного времени. Просто было законом запрещено. Они могли знать Идыш, Иврит и все. Понимаете меня. То есть, они начали переводить книги Нового Завета на язык, понятный этим людям. Иврит, это был богослужебный, в синагоге. Идыш, это был язык общения. Иладину. Иладина, это Идыш Востока. То есть, теперь я подойду к очень интересному. Мы говорили о том, что были сефарды и были ашкеназы. Меня спрашивают, чем сефарды отличаются от ашкеназов. Это те же евреи, живущие в разных странах. Ашкеназы жили на территории Европы. Вот в европейской части у нас Украина, балканские страны. А сефарды, это Испания, Пиренейский полуостров. Это Африка, это Ближний Восток. То есть, это язык и иврит, смешанный с этими языками. А идыш, это, скажем, немецкий, ну, разные языки, которые были основаны на правилах иврита и писались ивритом. То есть, и они говорили, ну, вот таким языком. То есть, это был язык общения. И поэтому эти люди начали, эти миссии начали переводить писание на язык, который понимали люди. То есть, следующее, они начали привлекать к работе евреев-христиан. То есть, до этого, это были ученые люди, они заканчивали семинарии, они заканчивали богословские какие-то университеты. Кстати, в университетах преподавали теологию. Они получали какие-то богословские, и они шли тогда миссионерами. Но для этих людей, для этих новых миссий было новое откровение. Они вдруг поняли, что быстрее достигнет своего, только свой. Как в Новом Завете, да, помните, в Деянии апостолов. Они получили Духа Святого, да, Дух Святой сошел, и Петр пошел проповедовать. Так же самое они начали брать вот этих новообращенных евреев, передавать им образование, и они начинали проповедовать. Поймите, что, конечно, было легче услышать, если я пришел, Вася Перепелкин, извините, Вася Перепелкин, если ты есть, извини меня, пожалуйста. Это имя нарицательное. Вася Перепелкин пришел и говорит еврею, тебе надо покаяться, потому что Иисус твой миссия. Или приходит Яков какой-нибудь, Яков шведский, и говорит, слушай, я нашел нашего миссию, нашего еврейского миссию. Понимаете? Совсем по-другому. Поменялся язык миссий. Они начали говорить, поэтому я делал упор во втором уроке на терминологии. Они начали говорить с народом на его языке. Следующее. Они начали создавать объединение евреев-христиан для взаимной поддержки и более легкого вхождения новообращенных в новую среду. То есть вот это они, вот человек принимает Ешо, и все его выкиняют. Он никуда не может прийти. Он приходит в церковь, ему говорят, а что-то ты тут задумал. Он приходит к своим, они говорят, а ты что, иди отсюда, ты вообще умер. И они начали создавать такие общества, в которых они могли находить братскую поддержку. То есть это еще не были общины. Это были просто такие добровольные встречи людей для молитвы. Вот самое первое, это был молитвенный союз евреев-христиан. Альянс, молитвенный альянс. То есть верующие разные евреи с разных церквей могли собираться вместе в определенный... Кстати, день молитвы это была суббота, пятница вечер. Они собирались вместе и они молились. Вместе, еще раз, они создавали объединение. То есть понимаете, да? Первое, они переводили христианскую литературу. Они переводили новые заветы на язык, понятный на идыш, ладина, иврит. Следующее. Вы понимаете, это тоже была революция. Потому что до этого такого не было. Не было такого. Эти люди начали говорить с людьми, с евреями, начали говорить с евреями на еврейском языке. Они принесли им Ешуа, царя иудейского. Они принесли им апостолов недалеких и странных, а именно родных и близких. Понимаете? Книга «Новый завет». Мы потом будем читать, и я вам хочу, что многие из евреев, которые уверовали, пришли к вере через чтение Нового завета. Потому что до этого, опять же, коснемся истории, Новый завет был таким, ну, скажем, в ортодоксальной хасидской среде. Была такая книга, называлась «Таудот Ешу». Жизнеописание Ешу. Ешу – это Иисус, который был незаконно рожьим и сыном Марии и римского религионера Пан Пандоры. То есть Мария согрешила, родила Иисуса, но ее пожалели, Иисуса не убили. Иисус стихаря проник в храм, в святое святых, выкрал святое имя Божье и начал им сварить чудеса. В конечном итоге собрались мудрецы, мудрецы Торы, и они его, в общем, с помощью этого же имени, его и этот. И он, короче, упал с неба и разбился. То есть, ну, на основании этого их учили. И вдруг в их руки попадает Новый завет. Он открывает и читает. Иисус – сын Давида. Сына… Подожди, подожди. Как? В Иерусалиме, в Бетлихеме. Подожди, что это? Это не тот, Иешу. Это… Нас обманывали. Многие пришли к вере через чтение Нового завета. Не стоит. Мы иногда сейчас стремимся, знаете, читать что угодно. Но в Новом завете, в Брит-Хадаша, сокрыта большая глубина. И евреи, они… Вот многие евреи, когда начинают читать Брит-Хадаша, почему запрещали читать? Вы знаете, что эта книга была запретной. Нельзя было евреям читать чужую книгу. Если у тебя находили эту книгу, тебя могли выгнать. Эту книгу сжигали. Понимаете? Поэтому то, что начали делать эти люди, это стало, ну, большим интересным событием. Дальше. Они начали… Смотрите, в еврейской среде… Что? Где можно взять Новый завет на еврите? Они не будут его читать сейчас. А где? Надо заказывать. Есть определенные миссии без проблем. И так, смотрите… И так, смотрите… Поэтому, даже сейчас, даже сейчас, в хасидской ортодоксальной среде нельзя читать Новый завет. Нельзя. Нет, ты можешь, конечно, сам читать втихаря. Это твое личное дело. Ну, раввин не выйдет и скажет, так, так, сегодня вы можете почитать Новый завет. Я вам разрешаю. Такого нету. Это чужая книга. Это чужая… Так она и звучит. Чужая книга? Это не наша книга, знаете. И так, смотрите, что еще интересное. Они начали организовывать такие фонды, в которых они могли помочь нам обращенным финансово, медицинской, ну, какой-то медицинской помощью. Но самое главное, знаете, что они делали? Они учили их профессии. То есть, люди… Приходил какой-нибудь Ицик, который его выгнали из дома, и он ничего не умеет, кроме того, что читать Тору. Ему говорили, Ицик, мы научим тебя быть переплетчиком, делать, ну, книги переплетать. Сейчас эта профессия, может, и мертва. Но в то время книг было много. И поэтому эта профессия приносила доход. И этот Ицик мог жить. И он мог не умереть с голоду. Понимаете? То есть, они учили людей, чтобы эти люди не умирали от голода. Понимаете, да? То есть, вы видите, как поменялась стратегия? Если раньше это было насильно или под страхом смерти, то сейчас они помогали этим людям. То есть, это была забота. Понимаете? Вообще, еврейская община, она уникальна чем? Вы знаете, вот у нас говорят, эти евреи, они друг другу помогут. Они вытаскивают друг друга, заботятся друг о друге. Это наследие тех времен, когда они были вынуждены этому научиться. Они были вынуждены этому научиться. И потом из поколения в поколение это передавалось. Это становилось, ну, естественно. Нужно спорить об эффективности этих миссий. Можно спорить количество новообращенных евреев, да? Ну, кто-то говорит, ну, существует такая даже, что евреи приходили к Христу, чтобы получить какую-то выгоду. Ну, например, в Российской империи, если еврей становился верующим, да, христианином, православным, то он становился автоматически гражданином со всеми правами. Многие этим пользовались, да? Но были действительно искренне верующие. Я просто делал акцент на искренне верующих, да? Смотрите, я как-то перебирал много цифр, потому что я понимаю, что всегда важен итог цифры. И я нашел цифры одного ортодоксального раввина. Понимаете? То есть евреи всегда говорят, ну, сколько пока, вот, например, сколько было в общении в Кишиневе у Рабиновича? Открываешь еврейскую энциклопедию, 11 человек. И то все убежали потом. Когда, ну, 11 человек. А на самом-то деле их там было не 11 человек. На самом деле их там было более 200. Но об этом не пишут. Потому что, ну, понимаете, зачем? Зачем говорить такую правду? Итак, ну, я нашел интересного. Вот есть такой раввин, его зовут Авраам Шмулевич. Это известный, ну, это российский раввин. И он написал статью «Современно иудеи и христианах». И он написал так. В 19 веке в христианство разных направлений перешло более 200 тысяч евреев. К этой цифре следует добавить 19 500 детей от смешанных браков, которые воспитывались в духе христианства. По общим подсчетам в России крестилось 85 84 563 человека. В Великобритании 28 830, включая 3300 евреев, крещенных английскими миссионерами в других странах. И в США 13 000. То есть я взял его данные для одной причины. Я потом сейчас прочитаю вам данные уже мессианских, которые я нашел, да? Но интерес в том, что ему я могу доверять. Почему? Потому что он с половинью в два раза, наверное. Понимаете? Но он, ну даже по его словам, вы поймите, это гигантское движение. Это не были единицы. Помните, мы говорили про ковер, да? Про штору. Вот если мы будем смотреть на историю мессианского движения раннего дождя, мы увидим там Рабинович, Линхенштейн, Розенберг. Тж, 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 тж. И так смотришь, кажется, ой, кажется, такие узоры, узоры, узоры. А потом ты смотришь сверху, и ты понимаешь, это красивая большая картина. Это было еврейское движение. Это было движение внутри евреев, еврейское народа, мессианское движение. То есть евреев, ищущих Мессию Христа. Понимаете, да? И завершу я, наверное, таким... А, завершу я, наверное, своим пониманием каким-то. Смотрите, давайте мы посмотрим в Писании. Каждый раз, когда Бог хотел совершить что-то великое, происходила кровавая резня. Откроем книгу «Исход». Рождается Моисей. Да? Что происходит? Младенцев. Младенцев убивают. Происходит первая катастрофа, первая шоа, первый геноцид. Убивают младенцев. Почему? Потому что дьявол знает, что должен родиться спаситель, который выведет евреев из рабства египетского. А если евреи выйдут из рабства, что будет? Будет продолжение. И обетование, что родится младенец, оно, ну, как бы, вот этот, который будет жалить, помните, да? В первой, то есть, оно произойдет. Иногда мы забываем, что дьявол, он прикован к земле и ко времени. Он не вездесущий. Он не может путешествовать в прошлое и в будущее. Он не может быть одновременно в разных местах. Он не может. Он не Бог. Это Бог вездесущий, вне пространства и вне времени. Дьявол, он прикован к определенному времени и месту. Он с нами. Вот мы живем, и он идет с нами по жизни. Но он знает что-то. Он знает, умеет читать время. Он умеет читать события. Он понимает что-то. И поэтому, когда он видит опасность, он старается нейтрализовать ее. И вот так было с Моисеем. Рождается Ишо, Иисус. Что происходит? То же самое. Младенцев убивают. Кровь проливается, да? Потом он пытается... Я вам скажу, может, такая крамольная мысль. Если бы дьявол знал, что произойдет, когда Иисус умрет, он бы не допустил вот этого убийства никогда. Потому что Иисус своим смертью и воскресением разрушил все, что он строил. Он лишил его силы и власти. Помните, написано, да? И ключи ада и смерти нет у него. То есть Ишо умер, и он воскрес. Что происходит в будущем? Дьявол знает, что еврейский народ имеет определенное четкое призвание в теле Христа, в теле Мессии Ишо. Из двух один народ. Царство священников для всех народов. Правильно? И когда Израиль придет к полноте, и они скажут, что баруха баба шамадунай, что придет Мессия. Поэтому дьявол делает все возможное, чтобы отгородить Израиль от Иисуса, от Ишо. Понимаете? То есть он делает все возможное. Теперь мы посмотрим на историю мессианского движения раннего дождя. Вы помните, было две мировые войны, которых никогда не было. Так вот, период 1809 год, который мы начинали, да? Основание вот этой миссии. Вот 1917 год. К вере в Христа пришло больше евреев, чем за 2000 лет исторической церкви. Как вы думаете, почему началась война? Потому что дьявол понимал. Вот конец. Евреи начинают приходить к мессии. Приходит единство церкви. И он начинает эту войну. Он берет людей, он использует людей. Понимаете? Но проходит война. Понимаете? Появляются революции и все. Но этот промежуток между 17-20 годом. Когда закончилась Первая мировая? В 18-м разве? В 18-го года по 1939, когда началась Вторая мировая война. В этот период пришло еще больше евреев, чем они пришли в этот первый период. Потому что, объясню почему. Потому что были разрушены идеалы. Религия. Евреи искали социальной справедливости. Они увидели, что ее нету. И они начали находить ее в Иисусе. В Ишуа. И вот об этих временах, когда мы будем говорить, мы увидим еврейские мессианские общины. В Венгрии до 60 тысяч евреев пришло к Господу. 60 тысяч человек. И это официальные данные. Это не мои придумки. Это официальные данные, зарегистрированные государством. Вы понимаете, да? И что начинает дьявол? И он решает, надо уничтожить полностью евреев. Окончательный еврейский вопрос. Гитлер начинает Холокост. Вы помните. Но самое интересное, что Бог никогда не оставляет свой народ. И как мы говорили, Сталин умер. Когда? Напорим. Когда он хотел совершить свой окончательный исход. Гитлер застрелился. Потому что у него просто уже не было выбора. Понимаете? Бог стоит за свой народ. И самое интересное, что движение позднего дождя, вот потом. Мы же являемся потомками этого движения раннего дождя. И мое желание было... Вот первый урок у нас был водным уроком. Мое желание было в том, чтобы вы заинтересовались, если эти люди тогда у них получилось, что знали они, что умели они, чтобы достигать таких результатов. Наше призвание служить Богу в достижении еврейского народа. Я буду повторять это сто раз. Я буду повторять это триста раз. Потому что, если это не наше призвание, то много хороших церквей, много прекрасных церквей, много очень таких молодежных, музыкальных. Я не знаю. Ну, идите туда. Но если вы призваны для того, чтобы служить Богу к спасению Израиля через проповедь Благой Вести, вам нужно чему-то научиться. И мы можем научиться у этих ребят. Потому что, вы понимаете, они заплатили цену, которую мы с вами не платим. Они прошли через то, через что мы с вами не проходили. Они знали даже то, чего мы не знаем. Послушайте, они с детства выросли в талмудической мудрости. Они выросли в еврейских традициях, в еврейских праздниках. Мы этому учимся. Но они увидели живое слово Ешуа. Они увидели Благую Весть. Они увидели этот огонь, который зажег их. И они начали проповедовать. Поэтому на этом мы, наверное, будем завершать. И я зачитаю последние цифры мессианских евреев. Сколько же все-таки, по их мнению, евреев пришло к Мессии. В начале 1930-х годов в статье о заглавленной «Евреи стали христианами» преподобный Джон Стюарт Коннинг цитирует сэра Леона Левенсона, президента Международного еврейского христианского альянса, о количестве евреев, которые пришли к Господу в 20 век. Согласно исследованиям Левенсона, 97 тысяч евреев только в Венгрии приняли христианскую веру. В Вене – 17 тысяч, в Польше – 35. А в большевистской России – 60 тысяч евреев стали христианами. Мы также обнаружили, что евреи обращаются ко Христу в Германии, Швеции, Дании. В Великобритании, в Америке тщательная оценка указывает на то, что число христиан еврейской расы составляет не менее 20 тысяч человек. То есть, как мы видим, цифры практически совпоставимы. 97 тысяч в Венгрии, в Вене, Австрия – 17 тысяч, в Польше – 35 тысяч. Кстати, очень интересный момент, я вот позавчера нашел. 15 тысяч евреев в Галиции, это Буковина, это Черновцы, Ивана Франко, Львов. Там была целая такая большая конгрегация вот таких общин, верующих количеством 15 тысяч человек. И они хотели основать независимую еврейскую христианскую церковь. Но, к сожалению, Вторая мировая война, и они все были уничтожены.